Хочу вам всем сразу предупредить, что питание мне не даст собрать, что то, что происходит в таком уровне, в этих бумажках, вы проигрываете или пытаетесь на себя примерить эти роли, иногда они свойственны, процесс запускается. Основные прозрения, какие-то мысли по этому поводу и так далее, происходит потом. Иногда у кого-то прямо сразу, у кого-то потом. Очень важно проиграть все эти роли для того, чтобы получить какую-то поведенческую гибкость и для себя осознать, кто я по отношению к своим проблемам. Потому что мы склонны застревать в одной роли и негодными средствами продолжаем те же самые проблемы осознавать, решать и так далее. Поэтому вот для этого нужно это колесо. Итак, пожалуйста, объединитесь в пары и найдите своего дракона и проиграйте, пожалуйста, эти роли. У нас есть три участника, которые не играли еще в такие игры. И я попрошу добрых практиков объединиться с ними в пары для того, чтобы как-то их подстраховать. Вот так. Хорошо? Ну, ты знаешь, с кем ты будешь работать, это я. Ребята, тоже такой вопрос. Вот сейчас Арина задала. А если я знаю все свои роли и знаю, как, что? Но здесь важно получить не только знание. Здесь важно получить то, что называется соматический синтексис, или язык тела. Нужно получить импульс от тела. Как ваше тело хочет себя повести в этой роли? Какой у него импульс? Какое у него первичное движение? Понимаете? Это важно. И как только... Еще важно. Это надо запоминать? Тебе не нужно запоминать. Это нужно пережить. Твое тело запомнивает. Этого достаточно. Заканчиваем всегда магом. То есть, где бы человек ни находился, как бы он ни шел, всегда последняя роль, которую он проигрывает, это маг. Я все принимаю. Я все вижу. Я не тороплюсь ничего менять. Я просто могу это все удерживать в своих руках. Понимаете? Если вы заметили, то, что там Таня красиво продемонстрировала, сначала хотелось топать ножками, нравится, или там буду, да? А потом что? А потом было вот это движение. Это тоже маркер телесный. Очень важно, чтобы ваше тело, как ты себя выразила, каждый из ролей. Это действительно важно. Потому что понимание на уровне ума и каких-то логических конструкций. Все мы умные. Кто-то считает здесь себя дураком? Фух. Ну, и на взау. Да, как-то, как-то. А, так ты сейчас себя не считаешь дураком. Так я сейчас застрою. Да, сейчас забуду. Нет, речь идет о чем? Речь идет о чем? О том, что, знаете, у Эйнштейна, по-моему, есть такая замечательная фраза о том, что нельзя решить проблему теми же средствами, которые она была создана. То есть, почему мы считаем ситуацию неразрешимой? Почему мы считаем наши ощущения безвыходными? Потому что мы пользуемся теми же средствами, которыми мы ее создали. И поэтому очень важно сейчас получить вот этот разгон для того, чтобы потом уже из состояния мага понять, что это всего лишь часть вашей жизни. И нету непреодолимых ситуаций. Есть ситуации, с которыми, которые нужно перепроживать, да. Но непреодолимых ситуаций, тупиковых нет. Вот, собственно, для этого это и делается. Поехали. Продолжение следует...